так 7 месяцев жду катюша михайлева посмотрим если сам себя не похвалишь помните такая пословица да никто не подхвалит поэтому скажите себе что я молодец не ждите похвалы извне иначе так зависимость до выезд 233 формируется с катюша пока возьмем здрасте катя здравствуйте лучше вас внимательно катя добрый вечер очень волнуюсь вопрос такой я была у вас уже в эфире исцелим этот мир вместе в августе был вопрос раздражение на старшего сына разговаривали проблема как мне показалось решилась не сразу я даже думала наверное я все-таки не прочувствовал не как-то вот у меня с чувствованием проблемы я рассеиваю за внимание когда нужно сконцентрироваться но вы знаете вот со временем ушла вот эта вот агрессия именно на него когда хотелось его потом подшлепнуть там за руку вывести из комнаты вот это ушло единственное что осталось это вот когда он приходит ко мне мама давай обнимемся а мне как хочется его оттолкнуть почему-то вот я не знаю ну я не отталкиваю конечно но если этот момент как отмагничивать не знаю почему не не условно а сегодня хотелось мужем обсудить вопрос как бы сформулировать наверное вершина айсберга вот в отношениях с мужем это то что в моменты когда он хочет близости это касается объятий и просто там вот поцелуев ну и интима конкретно меня тоже как-то вот отталкивает почему-то я не знаю хотя мужа я люблю вот когда его нет рядом например он на работе днем или вот мы уезжаем в деревню с детьми на неделю он работает я вспоминаю у меня теплые чувства на меня нахлынивает как вот в первый день знакомства я его люблю не могу вот он только пришел с работы домой что-то там слово за слово и он меня прям раздражает я я даже не знаю почему я иногда стою и думаю а почему на меня это накатывает вот ничего такого не случилось а меня потряхивает вот такое мне 32 года то есть два года давно в браке в браке с тринадцатого 7 лет 7 лет когда это началось началось как мне кажется наверно я так сильно вот после после свадьбы то есть 7 лет это уже ну да ну именно вот такой вот хотя нет подождите я я вспомнила до свадьбы мы ездили отдыхать в общем вместе да на лыжах кататься я помню вот прям вот эти яркие вспышки я как сама не своя была меня несло вот мы ссорились из-за чего-то в номере а я не могла остановиться на меня такой гнев и я прям он уже вроде все понял извинился там все давай ну закрыли тему по хорошему он у меня вообще очень терпеливый человек я поражаюсь а меня все несет и несет и я не могу остановиться и со всех сторон смоктать эту проблему и вот это такие были вот наверное первые такие яркие вспышки ну то есть все время как вы с ним общаетесь у вас приступы гнева особенно после брака это все начало проявляться и постоянно лезет после брака да вот после рождения наверное старшего ребенка вот прям сильно я была уставшая раздраженная и я прям на него срывалась он все терпел окей хорошо катя я понял значит это единственная просьба правильно самое главное ну да ну если позвольте насчет сына там может посмотреть ну вот это то что я рассказал давайте сначала с вами разберемся тогда с детьми то вы там разберетесь это гораздо проще будет итак кать итак кать вот вспомните последний раз когда вы вместе были и вот этот напряг прям сильно вас доставал вот муж пришел и вас прям накатило когда это был последний раз наверное не наверное в последний раз когда вот дети как-то себя не так ведут а мы начинаем он там прикрикивает а я начинаю ему рассказывать что ты неправильно делаешь там на не надо там с детьми и так прежде чем что-то рассказывать вы что-то начнете чувствовать вы же сказали это сами вот он за порог за домом домой приходит и вам становится сразу некомфортно можно словакать да как вы это чувствуете вот мне сложно как-то я и в том эфире не могла собрать сконцентрироваться даже когда на медитацию ложусь я себя постоянно мысли свои возвращаю в словарь вот как его зовут кстати кирилл его зовут кирилл да вот кирилл пришел домой представьте да кирилл пришел домой он сейчас дома дома да они с детьми читают ждут вот почувствуйте кирилла который с вами сейчас под одной крыши как ощущение ну не знаю как-то у меня волнение я ждала эфир в общем не иногда кажется что мне комфортно когда его дома нет там вот нет кирилл ушел ушел гулять уехал в коммунировку нет его как ощущение мне вот как-то хорошо у меня приподнятое настроение хорошо появился опять кирилл появился что поменялся такое ощущение как будто мне надо суетиться там где это надо надо суетиться вы чувствуете я не знаю иногда мне кажется что это где-то вот тут в груди отстукивает но сейчас сейчас вроде нет а где она сейчас чувствуется вот сейчас вы спросили у меня как в горле как немножко прошло так вот это чувство запомните в своем теле ну давайте пойдем в прошлое посмотрим когда это на самом деле с вами произошло и с чем это связано договорились я как будто сейчас его ну оно так волной ну хорошо пусть волна не важно он уходит туда-сюда до когда ваш супруг с вами под одной крышей поймали это ощущение ну вроде да итак катя скажи тебе мне 20 лет есть это ощущение мне 20 лет да да 10 мне 10 лет есть не один год не один год как будто меньше пропало совсем ну нет не совсем сколько процентов осталось 10 наверное 10 понятно я пытаюсь его ну есть цену или нет так вот понять мне 3 года мне 3 года да мне кажется нет мне 5 лет мне 5 лет как будто начинается что ли начинается мне 4 года мне 4 года ну вроде спокойнее чем в 5 что такого в 5 лет произошло в результате чего это ощущение появилось у вас 5 лет ну что на ум приходит это младший брат родился у родителей у нас 4 года разница 4 года разница правда 5 лет что произошло после того когда родился ваш брат 5 лет мне всегда мне всегда казалось что наверное маме было не до меня это вот как мне всегда казалось когда брат родился папа до чего работал а до чего вам было ну то есть вот до чего была ваша мама ну как-то все все время над ним так больше оберегает переживает за него чтоб и меня все время просила там ты за ним присматривай как-то кажется больше любви в него вложили не знаю как будто она занималась а я так сама по себе там где-то бегала играла ну вот с этим ощущением какая именно картина связана это мама брат или папа или они все трое или кто-то один из этих троиц я думаю что родители еще выясняли отношения постоянно это не скрывает что вы видите в связи с этим ощущением вам 5 лет вы начинаете чувствовать что в этот момент происходит мне кажется родители ругают о чем они ругаются какая сцена предстает перед глазами ну я не уверена может я просто вспоминаю что сама делала выводы там пыталась но мне почему-то кажется что папа любитель выпить а мама всю жизнь его за это ну как бы он пропадал выпит и агрессивный становился и там мог куда-то уехать к другу в другой город неизвестно когда приехать телефонов не было ну и вообще вот эти выяснения отношений там на весь дом крики вот я примерно веду себя в отношениях с мужем как моя мама я это постоянно что мама говорила папе когда он что-то делал когда он был дома или был пьяный ну что-то делал не так с ее точки зрения как кого она его воспринимала как кого да кто он был для нее в этот момент мне кажется как наверное она как ее отец с которой вроде как бросил их когда она была маленькая ну он тоже выпивал и бабушка его не любила и постоянно рассказывала маме что он плохой ну в общем так что он пил гулял ну бросил нас в общем сам плохой человек и вот то есть папа это был источник напряжения начиная с пятилетнего вашего возраста ну наверное ну вы же жили в своей семье почему ну получается что да да как у родителей сейчас в отношениях в общем-то у них все так и продолжается как ну папа выпивает также любит посидеть иногда может от мамы скрыть и ей это не нравится вот он когда выпьет он становится как сказать ему надо поговорить повспоминать все старые обиды он ее может будить ночью ну чтобы давай говорить вот я не все сказал она будет в другую комнату от него спать так ему хочется психотерапии а ей не хочется с ним разговаривать потому что она типа пьяная или вообще ну не заслуживает ее волшебного внимания правильно понимать да раздражает я помню эти все ссоры за стеной мне страшно было когда я это слышала мне кажется я выбегала даже просила там не ссор Катя вопрос такой мама любит папу? хороший вопрос мне кажется кажется все таки что да хотя у них измена была со стороны папы вот несколько лет назад но она осталась с ним мама начала тоже работать над собой слушает какого-то психолога своего и вроде как учится жить позитивно прощать и все такое но она его не принимает она вот ну будем жить вместе мне кажется у них вроде все хорошо но она в любой момент готова что если что я заслужу я понял Катя поясню тогда что происходит на самом деле вы находитесь под гипнозом под внушением того формата в котором вы росли в вашей голове мужчина и женщина являясь мужем и женой все время имеет напряженные отношения женщина все время напряжена присутствием мужчины в доме потому что он выпивает что-то от нее хочет и какого-то внимания с нее тянет понимаете только это все имеет подоплеку в виде алкоголя а не каких-то еще бытовых вопросов но это не важно сам жизненный уклад семьи в вашей голове ваш семейный родовой сценарий он так сформирован и это уже традиция то есть там дедушка такой был уже обмолвивались малого такая понимаете и второй дедушка такой же то есть это прям традиция как будто я должна полить мужа да и вы на него опять наезжаете потому что ничего другого альтернативы в вашей голове нет умозрительное есть то есть вы себе можете представить что есть счастливые семьи но почему-то сами в этом образе не живете то есть для вас мужчина в доме муж это объект напряжения понимаете которого надо либо выпихнуть чтобы было полегче и когда он уезжает вы расслабляетесь он редко уезжает но это прям я что-то делаю вечером когда его нет и мне как-то даже думаю об этом вот я сейчас почитаю это так странно если честно я не знаю мне казалось я какая-то не такая Кать вы такая просто то что на вас влияет оно вами владеет понимаете это не значит что вы какая-то не такая просто вот у вас есть ощущение запрограммированное ваше подсознание но они не вами были сделаны но они через вас проходят и это вами владеет понятно о чем я говорю да в теории это понятно ну это не теория это практика потому что это жизнь про которую вам только что вы нам рассказали это не теория это реальность большая причем и вот наша задача сейчас попробовать помочь вам эту реальность изменить чтобы вы стали себя как жена для вашего Кирилла или вообще как жена как женщина воспринимать иначе что для вас действительно семья не умозрительна а на уровне ощущений стало местом для кайфа радости любви секса изобилия ну все любые ассоциации позитивные какие вы хотите чтобы там были чтобы вы так это чувствовали и это да и это должно быть на уровне убеждений и если это на уровне убеждений сформировано то тогда человеку не надо это перепроверять все время он в этом просто не сомневается как дважды два четыре в школе выучили вы больше в этом не сомневаетесь то есть вы математику учили понимаете так же и здесь это понятно да это понятно я очень боюсь не прочувствовать что я должна прочувствовать мне как-то аж плохо вы ничего никому вообще не должны так же как любой другой человек вы либо это делаете либо нет понимаете да поэтому сразу в позицию двоечника становиться что вам ничего в этой жизни не принадлежит включая даже вашу собственную мать потому что появление брата все-таки вас внутренне еще на вторую роль поставили это второй конфликт который сугубляет ваше ощущение себя женщиной с мамой сложные отношения у меня да да вам-то в вашей голове живет она же с вами не живет я правильно понимаю нет нет не живет ну в голове с детства да хорошо давайте с этим поработаем потому что у вас еще вторая травма подстегивает травма брошенности что у вас родители забили на вас сбросили одно подхлестывает другое и тогда тяжело совсем разобрать вот сложности у человека бывают тогда когда одна сюжетная линия подстегивается другая еще бывает треть и человек вот прям все заякорился он не может сдвинуться с этой позиции он понимает что-то он не понимает что этих якорей не один он два а может быть три а может даже и пять понятно и поэтому вы висите на этом некие попытки делаете и чуть-чуть есть какое-то улучшение потом все равно то же самое происходит итак скажите себе Катя мне один день я в животе у своей мамы как это там ощущение не один день я в животе у своей мамы как там ощущение вроде нормально немножко чувствую пульсирует мне кажется это я волнуюсь в душе как там как там на душе когда вам один день сил мне кажется спокойно спокойно представьте что в этот момент к вам бог приходит и говорит дорогая Катя в твоей жизни получится так что твои родители будут иметь не самые лучшие отношения твоя мама будет все время недовольна отцом потому что он будет злоупотреблять алкоголем и тогда когда он напьется он будет все время с ней пытаться поговорить и выяснить отношения а маме это будет не нравится потому что ее отец тоже будет выпивать и для нее это будет травмирующее поведение и если так получится что у тебя родится младший брат и ты в этот момент себя тоже почувствуешь брошенный то все это для того чтобы дар безусловно любви к себе бы у тебя проснулся и ты бы всегда и при любых обстоятельствах стал бы себя ощущать абсолютно счастливой самодостаточной уверенной себе девочкой а в будущем и женщиной которая кайфует от этой жизни получает от нее огромное удовольствие наслаждение просто так и без всякой причины это для того чтобы этот дар безусловной любви стал бы управлять твоим поведением мышлением восприятием себя и обстоятельствами твоей жизни доставляет себе огромное удовольствие как ощущения ощущения спокойные на брате как-то так подстукнуло еще было ощущение как будто пелена вокруг везде немножко как сейчас ну понятно вроде все в порядке так муж пришел домой хочет выяснить поговорить об отношениях как ощущения Кирилл дома Кирилл дома да как ощущения мне кажется все в порядке как поменялось что изменилось я какая-то стугая на ощущение вот у меня такое ощущение после эфира августа я поняла что я какая-то толстокожая вы не толстокожая просто вы не привыкли ощущать воспринимать свои чувства это еще другая вещь ну давайте учиться сейчас прям как сейчас ощущение когда вы эту картину себе представляете картину какую ну то что муж пришел домой Кирилл ну вроде нормально зашел отдал продукты зарплату и ушел нет не ушел остался на 10 минут нормально я попытаюсь вспомнить как вот когда мы начинаем ссориться как я себя почувствую не могу чувствовать тяжело это вспомнить хорошо не надо знаете в голове такое как туман не туман а опьянение вот да ну такое легкое ощущение есть у вас разблокировка просто стресса произошла и поэтому немножко пьяное состояние возникает но это нормальный эффект для многих людей когда стресс проходит внутренней программы разряжаются и подсознание высвобождается от этого и становится эйфоричным приятное состояние это состояние нормы когда человек просто так хорошо расслабленность да расслабленность души приятно нет ни с кем воевать не надо никому еще доказывать не надо ничего из себя выжимать надо просто кайфовать и в этом состоянии жить понятно я с медитациями постоянно работаю я даже к вам в клуб попал выиграл фикральная медитация сейчас работаю в восторге прекрасно пожелаем тогда удачи и все те кто за этим эфиром смотрят поэтому кайфуйте у вас прекрасный Кирилл и выкиньте старую схему поведения она вообще не нужна она не ваша это старый рудимент который вам не нужен понятно буду продолжать поддерживать это ощущение ну все давайте удачи спасибо вам большое спасибо так друзья идем дальше такой классический пример общая схема так ну у нас уже много народа кто у нас там еще давно ждет сейчас следующий герой либо героиню возьмем у кого есть личные трудности и личной жизни вот я по списку проверил у нас список стал гораздо шире и больше как вы помните я старичкам даю предпочтение как сохранить баланс когда сейчас в нашей Беларуси творится беззаконие настоящие геннадцы это калечит убивает в рот СМИ а вы относитесь к этому спокойнее и это пройдет где-то было написано да сегодня так завтра по-другому просто как на это посмотреть если в Беларуси происходит турбулентность это все равно перестройка это все равно переход с одного уровня на другой через какое-то время это закончится пока вы к этому не относитесь как как бы к событию которое должно произойти вот оно происходит оно зачем-то происходит всегда в нем есть позитив вы начинаете мучиться вместе с этим а когда вы смотрите на это как на процесс который способствует перестройке вам станет гораздо комфортнее так Катя прям рассвела папа хочет поговорить так жду давно давайте сейчас посмотрим хрончик давайте проверим еще забрал я уж не помню что-то мы с вами делали вот что сейчас попробуем вспомнить хрончик да все есть 338 давайте беру Аня а вы позаботьтесь об интернете скорость должна быть выше 30 мегабит секунд тогда все работает здравствуйте я видимо так сильно хотела что предыдущая участница она подсоединилась но вы ее не увидели а нет мне ни экрана ни звука вообще не было у меня и у других там писали что видно было и слышно ну вот это вот бывает когда вот такие вот накладки хорошо как вас зовут напомните меня зовут Анастасия я уже была у вас в эфире в августе но на другом эфире истерим этот мир вместе там как раз была не поликистоза но тоже с яичниками похожая ситуация и в общем ну она решилась так что улучшилось цикл улучшился во-первых во-вторых у меня была проблема с отцом ну то что он ко мне приставал и вот это мы прорабатывали и после этого я узнаю что он заболел раком но конечно это печальное известие ну на четвертой стадии сейчас ну а с вашим то здоровьем что стало ну у меня стало первый месяц стало лучше второй месяц опять что-то непонятное произошло с циклом ну он немного сместился на 10 дней опять а вы сказали поликистоз стоял ну не поликистоз а мультифолликулярные яичники это тоже похоже вот и сейчас как сейчас ну я на УЗИ не была еще у врача вот но в целом меня не беспокоит да не беспокоит хорошо в чем сейчас вопрос у меня сейчас вопрос вот как раз по тому что по отношениям по тому что они у меня вообще никогда не складывались ну вот с мужчинами и с мужем очень болезненные отношения мы тоже это как раз на вашем эфире проходили и причину увидели но вот сейчас у меня появились тоже новые отношения и что-то они не радости не удовольствия не любви такое не доставляют которое хотелось бы поясните новые отношения то есть вы развелись и у вас новые отношения да да а до моего развод то произошел он произошел в августе то есть на фоне этого мы тогда беседовали да да я до последнего мужа не боялась сказать о разводе потому что он мог приложить руку но кстати после нашего с вами разговора очень легко все прошло и легко человек воспринял это так то есть вы влюбились в другого человека и чего там а он как-то вот как будто меня и не очень влюбился и опять какая-то боль какое-то разочарование в чем на легком разочарование в том что ну я оказалась не принята отвергнута наверное или ну человек так себя преподнес что я в тебя не влюбился а на самом деле влюбился ну хотя это согласитесь такого быть не может что не может поясниться что не может быть ну вот человек себя очень холодно вел постоянно о чем-то думал переживал ну вообще как как все это произошло это произошло быстро резко человек предложил приехать ко мне в город из Москвы и забрать меня в гости вместе с сыном с маленьким ребенком мы до этого конечно общались мне он очень понравился и такой поступок мне показался ну весьма как сказать ну отважным что ли решительным то что это берет на себя большую ответственность а на самом деле что получилось на самом деле получилось что ну человек как-то хотел просто как мне кажется опять же провести хорошо время но при том ответственно довольно таки относился к моему сыну да и да где-то день на третий на четвертый у нас как-то отношения складываться начали плохо да и чем дело закончилось на фоне ну мы приехали обратно через ну на третью неделю где-то и мы общаемся у нас даже есть ну какие-то там общие взаимодействия дела да но довольно таки все холодно стало что вы хотите Настя я хочу я хочу чтобы у меня такого как сказать чтобы у меня была полноценная семья наконец-то я хочу чтобы я выбирала сама правильных мужчин но вы неправильно их выбираете все время ну получается что да либо я себя веду не так либо вы вы даете желаемое за действительное возможно да ну как вы сказали что вот он меня поразил тем что он захотел меня взять в Москву но он же вас не позвал замуж не стал обсуждать с вами вопросы наследства не сказал что давай ну хорошо наследство и ваше не наследство обсуждал то что ему обязательно нужен там контракт брачный еще какие-то такие вещи да зачем ему брачный контракт ну потому что человек не знаю я не спрашивала как ты не спрашивала вы собирали в голове уже построили семейные отношения и не спрашивали зачем человеку брачный контракт ну потому что он опасался что с ним только могут быть из-за денег хотя у него миллионные долги ну это не важно не важно ну да это важно но человек боялся что с ним могут быть только из-за денег хотя у него на данный момент миллионные долги были ну вопрос денег он как бы не стоял Настя тогда вам надо было опасаться миллионных долгов Ну, я опасалась этого, да. То есть, кому контракт надо было подписывать? Ему или вам? Мне. А вы об этом побеспокоились? Я побеспокоилась. Я сразу сказала, что, дорогой друг, я нашла на сайте приставов вот такие долги. И у меня есть определенные опасения. И у меня действительно эти опасения были. И они остались. На что он рассказал почему, что и как. Я думаю, что он мне даже и не врал. Что еще сказать? У вас после этого отношения этого разговора ухудшились? Нет. Это было еще до того, как я согласилась ехать. Я, естественно, о человеке максимум пыталась узнать. Но на самом деле, когда влюбилась, когда мы все-таки увидели друг друга, вот такое произошло. ухудшились отношения после того, когда, наверное, у них как-то с сыном уже, мой сын хотел постоянно моего внимания, а он хотел, опять же, чтобы ребенок как-то был немножко самостоятельный. Ребенку 5 лет. Немножко сказать, это что? Чтобы он, ну как, не постоянно был со мной, не постоянно ко мне, вот, мама, мама, я тебя люблю, и обнимал меня, и только со мной был, если я что-то делаю, он просто вокруг меня вертится, и постоянно меня трогает. И... Нормальная реакция ребенка, тем более, оказавшаяся в новой среде, с новым мужчиной, и так далее, да. Все закономерно. Да. Ну вот так же, я увидела то, что я свои границы очень плохо знаю, то, что где-то я не отстаивала их. Где вы их не отстаивали? Как раз в вопросах с сыном. Ну я уже потом анализировала, что надо было вот более жесткой быть, как мама, и говорить, нет, там не нужно такие границы ставить своему ребенку. то есть быть жесткой мамой, это сказать этому молодому человеку, что они у вас... Или кому? Или... Да, этому молодому человеку, не сыну. Так. Что не нужно так жестко где-то с моим ребенком взаимодействовать. Хотя с другой стороны... А может быть, надо было сына дать этому мужчине, чтобы он всем позанимался, там денек-другой. Понял бы, что это такое? А у него есть свой сын. Ну и что? И он даже с ним живет. Ну, в тот момент он как бы у матери находился своей. Он, в принципе, взаимодействовал с ним. Вот это все время. У него это плохо получалось или хорошо? Я думаю, что в конце плохо все-таки получалось. Но сначала хорошо. Ясно. Хорошо, Настя. от лирики уйдем к конкретке. Что сейчас хочется исправить конкретно? Или улучшить? Вы знаете, мне все-таки, наверное, хочется понять, правильно ли я делаю. Хочется... У меня все равно вопрос по этому человеку. Есть еще чувства, да, и то ли закрыть вот эту дверь полностью и вот не оглядываться, да, то ли идти дальше. Куда? Ну, войти в отношения. Ну, хотя... У вас кто-нибудь зовет в них? Нет. Ну, так куда можно идти, если никто не зовет? Если это не нужно человеку. Ну, значит, тогда закрыть и сделать так, чтобы у меня больше такого не повторялось, потому что... Не зарекайтесь. Ну, вот у кого-то одна там жена, один муж на всю жизнь, да, и ну, всегда хочется, чтобы было так же. Не хочется вот такого. Все бывает. Бывает не один раз, бывает два раза, три, пять, ну и что. То есть, человек всегда старается, чтобы было лучше. Просто в моей практике я могу сказать, что смена партнера не приводит к изменению внутри, и потом те же самые ошибки и возникают. То есть, отчего? Человек бежит создает новые отношения, попробует нового человека, но себя-то он в эти отношения заберет и будет все то же самое. И здесь вопрос не с партнером выстраивать отношения, а с собой. Ну, я согласна. Конфликтует со своими представлениями о том, они какие должны быть. Понимаете, да? Угу. То есть, что мы видим у вас, Настя, о том, что вы человек, который хочет поддержки, внимания, заботы, тепла и любви. Это нормально. Но вам этого внутри не хватает. Понимаете, да? Поэтому вы очень легко вошли в новые отношения, в голове своей, в основном. Вам там стало хорошо на какое-то время, и мужчина тем более дал повод, и, собственно, очень быстро вас это вдохновило. Но дальше это дело не пошло. Исходя из этого, что надо делать? Ну, исходя из этого, нужно самой себе дать то, что мне не хватает. Так. Как вы это сможете сделать? На данном жизненном этапе? На данном жизненном этапе в каких-то мелочах получать удовольствие, делать то, что мне действительно хочется. идти туда. А вот что такого, того, что вам действительно хочется, вы не делаете до сих пор? Так. Ну, я, наверное, не шла работать туда, куда я хочу. Вот. По предназначению тоже я немножко на таком распуте, я не знаю, что я хочу. У меня есть некоторые вот моменты, то, что были там моделью быть хотела. Ну, и делала даже в Москве, вот, когда сейчас была шаги к этому. Есть планы, не планы, а желание начать изучать маркетинг. Вот. Я долгое время в продажах, ну, почти, как, ну, да, многое время привела в продажах, которые мне вообще не нравятся, особенно холодные продажи. Это меня угнетало очень сильно. Но, с другой стороны, именно вот умение коммуницировать и разговаривать, оно меня немножко подводит, и мне его не хватает. Оно, вот, иду туда, куда, где больно, но оно мне нужно для жизни. Вот. Как, как, как это заполнить, вот этой вот, вот этой боли, которой вам не хватало? Когда вас близко не принимали, и у вас недостача этого, нет, не реализована потребность в близком общении. Не надо путать с семейными отношениями, да, вот, понятно, что семейные отношения, они реализуют эту потребность, но не только семья может это дать. То есть, когда человек сам с собой умеет разговаривать, ему хорошо с собой, и он это же может продемонстрировать в любых отношениях, быть естественным, открытым, получать вот это вот удовольствие, и вот так же и люди будут воспринимать. Они будут открываться рядом с ним сразу. Логично сохранить. Ну, я сама себе, может, что-то там запрещала очень часто, сама не давала, сама ограничивала себя, давала больше, там, опять же, другим людям. Вот. Что такого вы могли бы сейчас сделать, чтобы вам давало удовольствие и наслаждение от процесса жизни просто так, и вы бы получали тот заряд, который до сих пор не чувствуете в себе, а пытайтесь его скомпенсировать во взаимоотношениях, которые потом почему-то не складываются. Наверное, быть собой, вот, быть на 100% собой, не бояться, что кто-то как-то что-то там подумает при общении даже, вот, свою энергию пустить. Вот почему-то вот это хочется сказать. Я потому что стесняюсь. Где вы ее можете пустить, Настя, чтобы она у вас проснулся и прям вот все стало на свои места. Ведь замуж выходить и жениться надо тогда, когда человек дозрел, когда он уже чувствует себя взрослым человеком. Не просто, что у меня органы вырастут, мне 18 лет и я могу, а то, что я чувствую себя сформированным человеком для серьезных отношений, ну, потому что у меня с собой серьезные отношения есть. Я сформировался как женщина, сформировался как профессионал своего дела, если бы сейчас это сработает, вопрос стоит. Вот чего такого в профессиональной карьере не хватает, росте, где бы вам было хорошо, если бы вы бы начали это делать? То, что вы в себе пока не цените в том виде, в котором оно там существует. Ну, я очень умею чувствовать людей, я умею их как-то зажигать и ко мне даже вот просто приходят какие-то мысли о сознании, я могу человеку сказать и вот ему прямо это сейчас нужно было, чтобы он это услышал. Да. Ну, вот еще хотелось бы сказать, что у меня сонные параличи еще были какое-то время назад, которые тоже говорят о том, что я чувствительный человек весьма. хорошо, это прекрасно. Ну, что с этим делом? Что еще добавить надо, чтобы дела пошли хорошо? Я не знаю. Сейчас какая деятельность у вас осталась, Настя? Чем занимаетесь? Я сейчас как раз уволилась и я в модельное агентство отправляла свои там резюме. Осталось только это. Никак пока. вот как будто бы стена. Просто вот как будто бы стена. И это зависит от того, что в голове я сама себе не разрешаю. Да, вы не разрешаете. Вам не хватает еще одних навыков раскрыть в себе, чтобы вы кайфанули и были более свободны. Не хватает коммуникативных навыков. Коммуникативных. Очень хорошо коммуникации, то, что вы можете себя выражать, актерское мастерство человек устраняет, если это тренировать. И вокал. Две вещи, которые прокачивают эти штуки. Я вас вижу человеком поющим и умеющим разговаривать со сцены. То есть, они, конечно, чтобы вы не камень клапали и еще кем-то стали. У меня сейчас мурашки. Да, но если вы научитесь выступать на сцене, вы прокачаетесь, вы тогда станете востребованным. Ну, как-то. То есть, вы бы прекрасная ведущая была. Какой-нибудь вечер, корпоратива или чего-то еще. То есть, даже психологических тренеров, какая разница, все равно работа со сценой. И она откроет вот тот паздник, которого пока еще не хватает для того, чтобы вы себя почувствовали взрослой и зрелой. Ну, и способны самой деньги зарабатывать и так далее. И вот тогда, когда вы будете ценить себя, вы не будете недостачу этого свойства пытаться ухватить взаимоотношения, где вас кто-то примет. Вы, во-первых, примите себя и получите от этого удовольствие. Во-вторых, когда человек выходит на сцену, понятно, что он со зрителями работает, но он в этот момент взращивает свое я, которое открывается. У меня был опыт. Наркозависимые артисты, конечно, которые без сцены жить не могут. Их там из театра уволили, они хотят застрелиться или повеситься, или роль им не дали какую-то, все, жизнь закончилась. Это не про эти крайние случаи. А про то, что вы со сцены дарите красоту голоса в плане вокала и в плане речи. А там будет видно, во что это может вылиться. Сейчас общественные мероприятия немножко под запретом, широкий масло, и самое время поучиться этому. Да, я как раз в ноябре должна была проходить тренинг по вокалу, но я благополучно из-за этих отношений все проспала. И вот я прям, когда последний день не согласилась, я чувствовала, что у меня сейчас все пойдет на спад, потому что мне нужно было это делать. И так оно и пошло. Вот просто вот сейчас открыли ящик Пандоры. Давайте вернемся к тренингам, которые открывают ваши коммуникативные возможности и позволят вам кайфануть от этой жизни. Рядом есть мужчина, нет мужчина. Ну, это не важно. Важно, что вам хорошо. И поверьте мне, когда вы будете солнышком при любом погоде, то как бы все будет хорошо в личной жизни. Как следствие того, что вам с собой прекрасно. А не придет мужчина какой-то самый лучший с долгами, заканчивается со мной брачный договор и я расслаблюсь. Это наркомание. Это зависимость. Я соглашусь, да, это ненормально. Я уже когда перед эфиром думала, ну вот я понимаю головой, что ну нет, ну не надо туда, ну тебе все говорит, что не надо туда идти, а ты все равно идешь. Ну, просто мама с папой не дали этого ощущения и вы его не взрастили в себе до конца, поэтому так оно произошло. Поэтому мама, папа не виноваты. они вот себя проявили так, как смогли. Теперь вы, то, что они вам дали, прекрасно. Берете и дальше идете с этим багажом, развивая его до той степени, которой вы хотите, чтобы в вашей жизни совершенно по-другому все складывалось. Понятно? Да. И вот тогда будет видно. То есть, можно дальше рассылать в агентство фото-модельное свое портфолио, но начните еще прокачивать актерское мастерство, умение выступать на сцене и это вот вместе еще расширит ваши возможности. Какой-нибудь вечер где-нибудь поведите, спойте где-нибудь, ну и так далее. Я благодарю вас. Я раньше занималась на самом деле вокалом. Я знаю, что такое выступать со сцены и также на конкурсе красоты участвовала, где я за 15 минут там какое-то написала эссе и со сцены очень классно коммуницировала со зрителями. То есть, я этот вкус знаю, но он такой забытый и как будто вот не со мной и не в этой жизни это было. А вот это должно быть с вами в этой жизни постоянно. Тогда вот оно внутреннее все дозреет быстрее. Потому что, получается, вы себе изменили, потеряли себя в каких-то обстоятельствах и все, и пошло наперекосяк все. Я, кстати, вспомнила, это началось как раз с первых отношений. Я тогда я очень переживала, что я пою и я перестала петь, что не дай бог он услышит, вдруг это некрасиво будет, еще что-то. И с тех пор это было лет тринадцать назад. Вы себе придумали что-то, поверили в это, да, и подстроились под себя, закопали, как это там, печерка будет. Еще тогда такой вопрос по вокалу. Мне, когда было девять лет, меня на прослушивание, я очень всегда хотела петь, меня на прослушивание к одной женщине привели, которая сказала, что слуха у нее нет, голоса у нее нет, вообще петь она не умеет, хотя она не очень хороший педагог, как потом оказалось, да, но после этого у меня какой-то прям запрет, страх, и даже мне сны снились, что у меня проволока именно вот в горле, вот в этом месте. Сколько известных певцов и артистов прошли через похожие ситуации, когда им говорят, что ты гэ, и вообще иди отсюда, да, мальчик или там, девочка, и тебе вообще не светит ничто. Миллион историй, вот если великого человека взять, у него всегда вот такие вот чудо-педагоги попадались в жизни, которые отдавали. Так это наоборот должен быть вызов к тому, что окей, ты считаешь так, я считаю по-другому, и я пойду в свою дорогу. Мне было 9 лет, и потом такое ощущение, когда я вот распеваюсь, пою, я понимаю, что не могу, вот полноту этого голоса меня что-то вот как стопор зажимает, вот как... Как ее звали, эта женщина? По-моему, Галина, но я, вот Галина, допустим. Галина. Я не помню. Галина. Где это было, в каком городе? Город Ишкар-Ала, ДК там... Так, сейчас скажу, да, ДК Ленина. Что она конкретно сказала? Какая фраза сидит в голове? Ну, как-то у нее нет слуха, она не сможет петь, она не станет там артистом. Вот как-то так. Хорошо. Скажите себе, Настя, мне один день оживотил свою маму. Ни один день я оживотил своей мамы. Как вам ощущение? Хорошо. В этот момент представьте, что к вам приходит Бог и говорит, дорогая Настя, в твоей жизни не получилось так, что в возрасте 9 лет ты придешь на прослушивание и педагог тебе скажет, что у тебя нет слуха, нет голоса, сцена тебе не светит. И ты в этот момент как-то это почувствуешь. Но это для того, чтобы в этот момент ты почувствуешь, что сцена тебе светит, что ты легко и просто и органично будешь чувствовать на сцене, получать от этого удовольствие и что твой голос достигнет небывалых высот и люди будут с удовольствием тебя слушать, наслаждаться твоей красотой, твоим присутствием и тебе это будет доставлять огромное удовольствие. Это для того, чтобы ты почувствовал в этот момент, что ты сама определяешь свою судьбу, сама решаешь, какой тебе быть и чувствуешь, как ты формируешь обстоятельства своего будущего и получаешь от этого удовольствие. Как ощущения? Стало легче, лучше, вот прямо так расширение пошло всех клеточек. Такой волной окатило, теплой, приятной. Окей, хорошо. Ну, вот еще, Настя, надо обращать на сны внимание, эпизодически бывают вещи у вас. У меня очень часто, я даже, квартира этого человека, куда я в гости приехала, она мне снилась на протяжении нескольких лет в разных снах эпизодами. И эпизоды такие были интересные и все совпало. Ну, например, да. Настя, вы мистическое, да, у вас вот это есть? Да, есть это. Ну, да, нет, но при том мне вот именно места снятся. Бывают, я могу кому-то описать. Ну, вот психика ваша гуляет по будущему, да, она видит прошлое, там, вещи спокойно, причем не только свои, но и других людей. Вот. Вам это снится. Вы просто на этом не уделяете немножко внимания. А нужно больше. Да, надо хотя бы просто сны записывать. Вы их просто записываете, а потом раз в месяц будете пересчитывать, пересматривать, что приснилось. И вы наносите много предугадать, предчувствовать, а значит, направлять движение своих мыслей и действий, все будет хорошо. Или будет еще лучше было. У меня еще такой вопрос. Мне очень часто во снах, ну вот, я хочу какого-то благополучия финансового, не тупо просто денег, да, а какой-то определенной жизни комфортной, которая мне нравится, которая, в принципе, знаю, что я хочу. И даже во снах у меня постоянно снится что-то не очень хорошее и не очень то, что я хочу. И это меня немножко пугает и расстраивает, что я не вижу этого. Вопрос-то в том, чтобы вы научились во сне работать, то есть во сне формировать ту реальность, которую вы хотите видеть. Я вам это сейчас на самом деле заложил во время того, когда я это внушал, что вы становитесь творцом. То есть вам вот этого пазлика немножко не хватало, его там приоткрыло, энергию внутреннюю, чтобы вы во сне воспринимали сон как ту же реальность, в которой вы живете. И чтобы вы там могли предметы двигать, ну, понимаете, обстоятельства менять. Я даже больше скажу. Ну, вообще, как конструктором работать. Я когда была маленькая, мне во сне один раз приснился такой сон, что ты можешь сейчас создать себе любой какой хочешь сон. И у меня получилось создать во сне все, что я хочу. Но это было один раз в жизни. И потом я пробовала, пыталась, у меня картинки прыгали, и я не могла их долго сфокусировать и задержать. Опять же, там детали во сне, еще какие-то вот вещи, это постоянно, часто. Я вам напомнил, потому что на самом деле у вас это легко может получаться. Надо понимать, что это свойство дано не для того, чтобы развлекаться, а для того, чтобы менять обстоятельства не только в своей жизни, но и всех всех людей, с кем вы будете потом связаны, кто будет с вами взаимодействовать. И у вас есть возможности влияния на большие массы людей. Ну, понимаете, да? Поэтому вот эти сны по формированию желаемого будущего вы еще внутренне своему сердцу отдавайтесь в этот момент, потому что она будет подсказывать. Иногда ваш ум рисует одно, изгодя из вашего опыта, а сердце, оно знает больше. Поэтому оно способно из будущего брать информацию для построения настоящего. А ум не может. Потому что уму надо, там, не знаю, денег и еще чего-нибудь такого. А сердце нужно это, а сердце нужно чувство. И вот он и за счет чувства это делает. Потому что, когда человек начинает творить свою реальность, то все эти финансовые дела, они гораздо проще складываются. Причинает просто вести, то, что называется. Просто нужные люди встречаются и так далее. Даже вообще париться не надо на эту тему. Вот легко все материализуется. Поэтому умение этим свойством распоряжаться, это значит, умение доверять своему сердцу, оно бывает очень интересным образом себя ведет. Поэтому это не отвоевание территории, за счет чего вы будете жить и расслабиться. А это будучи расслабленным и формировать реальность, которую хочет ваше сердце, получать от этого уже удовольствие сразу. И тогда оно все начнет очень интересно и борно разворачиваться. Понятно, Настя? Да, понятно. Ну, конечно, не все поняли все, что я рассказывал сейчас, но главное, что вы поняли. Ну, главное, что да, я поняла. Ладно. Все, Настя, удачи вам тогда. Я благодарю вас и очень хочу, чтобы все сбылось. Никто не сомневается, да, счастливо. Всего доброго, до свидания. Так, друзья, идем дальше. Включаем комментарии тех, кто дождался. Да, она была, но просто у меня же два эфира, два списка есть. Вот уже у второго человек попывал и все. Ну, мы сделали все, что надо. Интересный был разговор, кто-то слышал. Это полезно, побывайте в атмосфере других людей, если у них вот такие задатки есть. Это у вас много, что открывает тоже. Даже если вы никогда не думали, что жизнь такая может быть, что такие психологические феномены существуют. что это не там, и я не знаю,